Что попал под кулачник и вот как что он настал? А что это значит, что должно быть под кулачник? А, который работал на кулачнике? Нет, который еще не кулачник, а карлачник. Ну что это там делать? Идеологически поднялся. Пожалуйста, еще. Я Ельтяни Балаковский. Я хотел обратиться к вам по такому вопросу. Вы в основном затрагиваете вопрос, репрессируем там старообрядческой цепи и прочее. А я современный именно. Я недавно получил статус политрегрессируем. Совсем недавно. В 2011 году. И дело в том, что весь вопрос в том, что я 13 лет добивался его, понимаете, имея на руках справки. Из Латвии был отправлен в Германию. Семью. У нас было 5 человек. Я один остался сейчас живым. Понимаете? Но так как правящая коалиция была, об этом никто не говорит, и вы об этом не напишете. Понимаете? Тогда, начиная с правящей коалиции, ТП, ДНН, вот эти были, да, они, в общем-то, тормозили. Чтобы не быть голослом, абсолютно все знают. Вот Алла Петропавловская здесь присутствует. Вы знаете? И не только. Потому что в газетах писание обо мне. Но дело в том, что это не принималось. И просто-напросто чудо, просто чудо, мое дело оказалось в руках одной латышки, юриста. Она не побоялась выступить против правящей, да? И, в общем-то, мне дали. Но все равно голосовали здесь, в Лидической думе, когда голосование было за предоставление мне статуса политрепрессирования, да? Вся правящая, вот эта, вернее, оппозиция, она фактически правящая была. Тогда Христофский был еще, в Лидической думе. Они все встали, покинули. Через месяц я получил бумагу о том, что меня будут лишать этого. Что мне неправильно прислали, статус политрепрессирования, что меня будут лишать этого статуса. Только на основании, там, на 30 листов, в общем, бумаги. Это, может, у юриста от Центра Согласия в Сейме. Почитаем все документы, она в курсе дела. Понимаете? В общем, понимаете, все это нечестно делается, нечестно. И пока, в общем-то, правящая коалиция именно в Сейме, Сеймовская, находятся вот такие, как Единство и прочие-прочие им, в общем-то, сопутствующие, то в Лиге, вернее, в Латвии ничего от кого не будет. И будут унижать. Сегодня в чате очень хорошая статья была. Интервью Ина Ошко я брала у Пермикова. И вот он там полностью объяснил, почему, в принципе, российские проигрывают. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!